15 серия. Самсон решает бросить Анжелику одну. Для него главное, не сесть в тюрьму. Анжелика запирает его в квартире. Подоспевший Иршов арестовывает Самсона. Анжелику отвозят в роддом. Ребенок чудом остается жив. Самсон сознается в том, что помогал доставать у французских моряков монеты в обмен на иконы. Он сваливает всю вину на Евгения Федоровича. Именно он предложил Самсону поставить олимпийский номер с медведем, как прикрытие для контрабанды монет. Об убийстве Валеры Самсон ничего не знает. Братья Свиридовы подрабатывают грузчиками, они намоют полы у соседки, этим они вынуждены зарабатывать на жизнь, пока им не дают выступать. На допросе Евгений Федорович полностью отрицает свою вину. Когда Иршов упоминает об убийстве Валеры 29 апреля, Евгений Федорович неожиданно сознается во всем. Иршов понимает, что он кого-то покрывает. Не мог он так ловко убегать по крышам от преследования, как молодой гимнаст. Но Евгений Федорович не преклонен, он – убийца. Иршов в парке выслеживает Нину и предупреждает, ей нельзя приближаться к Ильину. Иршов считает, что именно Ильин руководит преступной группировкой и виновен в контрабанде монет. Нина не может простить Иршова и требует оставить ее в покое. Иршов просит Нину, если она соберется встретиться с Ильиным, пусть хотя бы сообщит ему об этом. Ксения пытается помочь Иршову в поиске убийцы Валеры. Она вспоминает свои разговоры с Гусем. У Иршова появляется зацепка. Его подозрение подтверждает и Камал. Убийца Валеры – врач Сергей, сын Евгения Федоровича. Все это время никто не обращал на него внимания. Но именно он всегда был в тени отца, который не давал ему участвовать в опасных сделках. Иршов с сотрудниками пытается задержать Сергея, который погибает при попытке бегства. Перед смертью он сознается во всем и просит прощения у Иршова за убийство друга. Нина получает свой товар – это пистолет. С оружием в сумочке Нина едет навстречу к Ильину, на его дачу. Перед встречей она звонит домой Иршову, но трубку берет его бабушка. Нина просит лишь передать, что его нет рядом. Во время разговора Нины и Ирина, в дом является Алла, лучшая подруга Светланы. Она объявляет Ильину, что все знает. Света оставила ей письмо, в котором подробно описаны все махинации Ирина, связанные с контрабандой. Также Алла стала невольным свидетелем того, как Ильин убил Святу и инсценировал это как нападение, чтобы переложить вину на Павла Свиридова. Теперь Алла намерена шантажировать Ирина. Она требует огромную сумму денег, чтобы эмигрировать. Только тогда она оставит его в покое. Нина спускается на шум и слышит их разговор. Она направляет на Ильина пистолет. Ильин пытается отобрать у Нины оружие. Случайно нажав на курок, Нина ранит Ильина в руку, но от страха роняет пистолет. Теперь оружие у Ильина. 16 серия. Нина и Алла пытаются убежать. Ильин ранит Аллу. Они запираются в спальне Ильина. Нина хочет поговорить с Ильиным, отвлекая его. Алла пытается сбежать через окно, за помощью. Ильин врывается в комнату. Он хочет убить и Нину, и Аллу. В последний момент его обезвреживает подоспевший Иршов. Бабушка успела передать ему послание, он все понял. Архипов решает устроить очную ставку. Он привозит на дачу Ильина Евгения Федоровича. Ильин настаивает на своей невиновности. Но Евгений Федорович и Алла дают признательные показания о вине Ильина в контрабанде монеты убийстве Светы. Идет обыск. Но сотрудникам ничего не удается найти. Внезапно по приказу просто Володи в дом заходит водитель Ильина. Он показывает тайник, в котором хранятся монеты. Ильина сажают в тюрьму. Нина поражена всем произошедшим. Она хочет простить Иршова, но просит еще немного времени. Ей нужно прийти в себя. Иршов признается Нине, что он ее любит. Павла и Николая Свиридовых освобождают из тюрьмы. Нина признается им, она не уверена, что когда-нибудь вернется под купол. Просто Володю решают брать на живца. Анжелика встречается с ним на ВДНХ и показывает монеты, которые милиция якобы не нашла у Самсона. Анжелика просит за свой товар деньги. Просто Володя обещает подумать и встретиться с ней там же на следующий день. Анжелика звонит Нине, просит простить Иршова. И чтобы убедиться в его чистых намерениях, она предлагает Нине прийти на ВДНХ. Парк почти полностью оцеплен сотрудниками в штатском. Просто Володя не является навстречу. Иршов понимает, Анжелику сейчас будут убивать. Он бросается на бандитов, пытаясь спасти Анжелику. Драки его сильно ранят. Иршова увозят в реанимацию. Просто Володю ловят оперативники. Спустя некоторое время Иршов выходит из больницы. Его встречает Архипов. Он отправляет Иршова в отпуск, рассказывает, что в камеры просто Володя повесился. Но скорее всего ему помогли. Иршов говорит, что хочет уйти из органов. Он считает, что не справился с заданием и с собой. Архипов просит Иршова не принимать поспешных решений. Иршов едет в цирк, но Нины там нет. Тагир говорит, что она куда-то уехала и ее уже несколько недель никто не видел. Иршов возвращается домой, к бабушке. Там его ждет Нина.